А теперь давайте попробуем применить те знания, которые мы приобрели, на нескольких конкретных упражнениях. Прежде всего давайте возьмем очень известный стих, послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие живо и действенно. И нам нужно будет с вами выбрать наиболее подходящую интерпретацию, наиболее подходящее толкование этого стиха. Это упражнение сложно, потому что мы все, в общем-то, привыкли, мы все знаем, в каких случаях этот стих обычно используется. Но нас сейчас будет интересовать ответ на вопрос, а что означал этот стих первоначально, в каком контексте, с каким смыслом, с каким значением он использовался первоначально. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нам нужно будет вспомнить, кто говорит, кому говорит, при каких обстоятельствах, какие были традиции, какова цель всей книги, какова конкретная цель этого фрагмента, этого стиха. Нам нужен будет контекст. Чтобы помочь вам найти контекст этого стиха, очень советую читать, начиная с первого стиха. Про себя прочитайте к посланию к евреям, главу 4, начиная с первого, ну до 12 точно. А может быть и пару стихов еще вниз. А я предлагаю вам на выбор, вслед за Генри Верклером, 4 возможных толкования этого стиха. И из них вам нужно будет выбрать то, которое... Не то, которое вам больше всего нравится. Не то, которое вы чаще всего слышали. Но то, которое соответствует данному стиху в его библейском контексте. Толкование номер один. Человек состоит из трех составных частей, так как речь идет о разделении души и духа. Вот главный смысл этого стиха. Объяснить тройственную природу человека. Три составные части. Второе толкование. Истина, содержащаяся в Слове Божьем, живет и изменяется, а не мертва и неподвижна. Иными словами, Слово Божье живо и действенно. Это значит, что каждый день, Слово Божье в чем-то, или каждую эпоху Слово Божье в чем-то меняется. А не так, что вот когда-то было дано одно слово, и оно на все времена остается таким, неизменным. Вариант В. Или третий вариант. Верующий должен бодрствовать. Верующий должен следить за собой. Об этом говорилось в Слове. Ну, вот, соответственно, говорится в Слове Божьем. И это неизменно. Вот необходимость для нас бодрствовать и трезвиться. И четвертый вариант. Христиане должны активно использовать Слово Божье, когда свидетельствуют или дают совет, или занимаются душепопечительством. Иными словами, Слово Божье живо и действенно. Это значит, что мы должны с вами постоянно пользоваться, активно пользоваться Божьим Словом в нашем служении, в нашей деятельности и так далее. Вот четыре варианта. Значит, троичность природы человека. Первый вариант. Второй вариант. Слово Божье изменяется, поскольку оно живо. Третий вариант. Трезвиться и быть начеку, бодрствовать. И четвертый вариант. Использовать Божье Слово Благовестие. Прочитайте, пожалуйста, про себя этот фрагмент. И через буквально минуту-две расскажите, какой из вариантов вам кажется наиболее верным и почему. Ну что же, готовы? Прочитали? Итак, было предложено четыре варианта. Вариант первый. Этот стих учит, главное его учение заключается в троичной природе человека. Дух, душа и тело. Кто считает, что это и есть основное первоначальное значение данного стиха в контексте? Понятно. Хорошо. Вариант второй. Этот стих говорит о том, что Слово Божие живо. Следовательно, оно меняется. Следовательно, нельзя рассматривать Слово Божие как мертвый, неизменный текст. То есть, есть изменения в Слове Божьем. Кто выбрал вот этот подход? Первые два подхода как-то у нас отпали очень быстро. Вариант В. Значит, Слово Божие живо и действенно. И в том плане, что нам необходимо бодрствовать. Нам необходимо, как христианам, необходимо трезвиться. Кто считает вот этот вариант? Есть такие, да? Есть такие. Вариант Г. Автор говорит о том, что нам необходимо использовать Слово Божие в благовестии. Кто стоит на этом варианте? Что-то как-то меньше. Вот тут некоторая такая загвоздочка получается. Так, по-моему, больше было рук по поводу варианта номер три. Почему вы в контексте увидели третий вариант? О чем идет речь в контексте? О чем говорит автор послания к евреям? Павел, не Павел, в данном случае, не важно. С первого стиха. Кто вам расскажет, пожалуйста? Напоминает здесь о прошлом. О Моисея. Потом о том, что Бог почил. О том, что Иисус Новин в землю вводил. То есть о том, что... Причем кому напоминает? Народу израильскому. Который, вообще говоря, через все это прошел в свое время. А как он через все это проходил? Он проходил непокорно. Он проходил непокорно. Помните, там главные слова-то были как раз? Покой и покорность. Значит, нужно войти в покой. Вот, слушайте, согласились... Хотели бы вы... Я не спрашиваю, согласились бы вы или нет. А хотели бы вы, и легко бы вам было, если бы вас поставили туда, в ту историческую эпоху, и попросили вас быть лидером израильского народа. Нет. Да, вы знаете. Вот. Потому что народу все не так. Народу все не так. И Господь об этом знает. И постоянно напоминает о том, что для того, чтобы войти в Божий покой, нужно послушание. Нужна покорность. И нужно за собой следить. Если уж применять это в современности, так, прежде всего, применять в современности, то, допустим, в ситуации, когда какая-то церковь строит, допустим, церковь строит новое здание, и в церкви начинается брюзжание. А во, все ресурсы у нас туда уходят. Значит, как-то строим, строим, да, строить никак не можем. Что вообще такое? Все церкви как церкви, а мы вот с этим зданием завязли. Вот это скорее аналог того, что было в Израиле, когда, ну вот, все народы как народы, там, живут все в Египте, мясо кушают, а мы по пустыне ходим. Это безобразие какое. Да, значит, конечно, первоначально, когда мы прочитаем этот текст, первоначально значение именно, смысл именно в этом. То есть вот тресвитесь, бодрствуйте. Но, но, вариант Г, хотя и не соответствует основному значению текста, является вполне нормальным и правильным следствием из этого текста. Ведь слово Божие живо и действенно, оно остается живым и действенным. Ведь проблема покорности, которая была тогда, она и остается проблемой покорности. Значит, здесь мы, или проблема непокорности, значит, здесь мы вынуждены сказать, что, конечно, варианты А и Б не проходят, это совсем натянутые такие интерпретации. Ну, более того, вариант Б, он может быть даже и не библейским, потому как на основании этого стиха иногда пытаются сказать о том, что вот Слово Божие было там в 2000 лет одно, а сейчас должно быть другое. Оно живо и действенно в том плане, что вот сейчас это не Библия, а какие-то другие книги. И это уже совершенно противоречит священному писанию. Вот среди вариантов В и Г ситуация немножко сложнее. Да, по контексту мы выбираем все-таки В, но при этом использование четвертого варианта, четвертого толкования вполне обосновано. И еще одно упражнение, которое вы сделаете гораздо быстрее. Здесь вам нужен будет контекст, и здесь вам понадобятся традиции, которые были во времена Иисуса Христа. Это тоже из упражнений, из книжки Генри Верклера. Один известный служитель, говоря о людях, которые на словах соглашаются с тем, что они внутренне не согласны, а потом, в конце концов, будучи не в состоянии сдержать свои подавленные эмоции, а взрываются от гнева, заявил следующее. Значит, имеется в виду вот что. Человек попадает в ситуацию, где он не согласен с тем, что происходит, но по какой-то причине он вынужден соглашаться. Да, 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 говорит он, или даже молчит, он ничего не говорит. Ну, ладно, это я переживу, это я проглочу. Ну, допустим, в семье, да, муж и жена. Вот один из супругов не согласен с другим, или не согласен с тем, что происходит, но говорит, ладно, я смолчу, я промолчу, я промолчу. А потом, в конце концов, его взрывает. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com И вот в этот момент он уже выскажет все. И скажет, а помнишь тогда, два года назад, вот я был не согласен. Или то же самое бывает, допустим, в церкви ведет братский совет, кто-то из участников братского совета, знаете, особенно такие молодые братья, которые только недавно попали в сверховный совет, они могут быть не согласны, не согласны, не согласны, но они молчат, они так благочестиво молчат. Но потом крышу сносит, весь этот чайник взрывается и накипело. И вот пастор обсуждает эту ситуацию и говорит по этому поводу следующее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как будет использован библейский стих. Всегда быть добрым малым и превращать свои отрицательные эмоции в желудочную кислоту саморазрушительно. На какое-то мгновение у вас это может получиться. Но потом вы будете чувствовать отвращение к самому себе. Искренне и честно проявляйте свои чувства. Как сказал Иисус, да будет ваше «да» ясным «да», а «нет» — «нет». Все остальное усугубит положение. Согласны ли вы с тем, как автор статьи или автор проповеди использовал Писание, сделав такой парафраз Евангелия от Матфея, 5 глава, 33-37 стихи. И чтобы обосновать свои выводы, прочитать вам нужно будет Священное Писание, найти первоначальный смысл. Евангелие от Матфея, 5 глава, 33-37 — это часть Нагорной проповеди. Давайте мы с вами прочитаем сначала. Кто прочитает вслух? 5, 33-37. Еще слышали вы, что сказано древним. Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землей, потому что она под ножей ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но доводит слово ваше да, да, нет, нет. А что сверх того, тот лукаво. Вот вам да, да, нет, нет. Кто говорит? Понятно, кто говорит. Иисус. Кому говорит? Ученикам и собравшемуся народу. При каких обстоятельствах говорит? Проводит с ними душепопечительскую беседу? Ну, в общем, наверное, нет. В общем, наверное, нет. Скорее, изъясняет им заповеди царства, то, как Господь хочет, чтобы жил израильский народ. А теперь самое сложное здесь. По какому поводу он об этом говорит? И тут нам понадобятся дополнительные знания. Но давайте сначала поработаем непосредственно с текстом. На что, во-первых, ссылается Иисус? Вы слышали, что сказано? Да. На что он ссылается? Параллельные места нам помогут здесь. Есть ли какой-нибудь параллельный места к 33 стиху? Левитам 19, 12 исход, 27 числа, 32 автора законе, 23-23. По-хорошему, здесь мы бы должны с вами прочитать эти параллельные места. В параллельных местах шла речь о том, что нельзя приступать к клятве. Если вы поклялись, если вы пообещали, то это должно быть сделано. Это Ветхозаветная заповедь. Иисус же говорит, не клянись вообще. Будет слово да, да, нет, нет. И вот авторы книжек по культуре того времени отмечают, что одна из проблем израильтян заключалась в том, что они злоупотребляли этими клятвами. Ну вот как у нас на самом деле такая же проблема есть. Часто у неверующих людей это происходит. Человек может быть неверующим, он Библию не читает, он не молится, и вдруг ему нужно придать вес своим словам, он говорит, да и Богу. То есть он фактически клянется Богом. Каков был механизм клятвы? Помните, да будет мне то-то и то-то, если я от тебя уйду, если я тебя покину. Да будут такие-таки наказания. Или я клянусь, значит, я призываю в свидетели. Клянусь небом, значит, призываю в свидетели неба. Клянусь землею, призываю в свидетели землю. Вот какие серьезные слова. Иисус обращается к израильтянам, говорит, не клянитесь вообще. И объясняет, почему нельзя, почему это неправильно. Потому что по большому счету небо и земля нам не принадлежат, они Богу принадлежат. Мы не имеем этой власти. И Иисус продолжает будет слово ваше да, да, нет, если нет, так нет. Просто скажите, да или нет, все. Не надо красноречия. Все остальное от лукавого. Мы ничем не можем кляться, потому что ничего нашего нет. Совершенно верно. Даже тело наше не принадлежит нам. Совершенно верно. Мы, понимаете, поклясться чем-то, буквально, значит, заложить что-то, как, например, в ломбард закладывают. А что у меня заложить? Я, как это по-русски, гол как сокол, да? Вот. То есть человек, когда говорит, клянусь тем, другим и так далее, он приписывает себе чего-то такое, что у него нет. Он фактически, получается, грабит Бога. Вот фрагмент, вот смысл этого фрагмента. Вот. А душпопочтилили, пастор использует этот фрагмент в несколько другом смысле. Говорит, что ну вот, слово будет да, да, нет, нет. То есть говорите сразу, высказывайте свои мысли. Я думаю, что совершенно очевиден ответ на вопрос, почему в данном случае этот стих неуместен? Почему цитаты не подходят? То есть мысль хорошая, не держать в себе, скажем так, несогласия, но с любовью его высказывать. Но библейская аргументация, вот притянуто за уши. А сколько таких аргументаций, притянутых за уши? Сколько таких случаев вы найдете? Я думаю, их очень и очень много. Нет, не удержусь. И приведу еще один пример. И приведу еще один пример. Римлянам 8.28. Известнейший стих. Сейчас я понимаю, что кому-то из наших зрителей я наступлю на ногу. Я сразу прошу у вас прощения. Хотя, в принципе, обычно просят прощения за ненамеренное наступание на ногу. Сейчас мне придется это сделать совершенно преднамеренно. Римлянам 8.28. Все его помнят, этот стих. Давайте мы с вами все-таки его прочитаем или по памяти воспроизведем. Человек потерял работу. Ну, собственно, такое бывает очень часто. Вот кризис, увольняют, он потерял работу. Он прочитал стих, Господь ему проговорил. Римлянам 8.28. Все содействует ко благу. Написано там. Ага! Я потерял эту работу, а значит, Господь даст мне что-то лучшее. Ну, потому что содействует ко благу. А что может быть лучше? Ну, более высокооплачиваемая работа. Будет лучше. И вот живет этот человек без работы. Ему предлагают другую работу. Но зарплата там равная или меньшая, чем та, которая у него была до сих пор. Ему никто не предлагает работу, за которую платили бы еще больше денег. И от всех предложений, которые получает он, он отказывается. На основании, Мриэльнам 8.28. Бог обещал мне работу с еще большей зарплатой. Написано же, все содействует ко благу. Я люблю Бога. Я призван по Его изволению. Меня уволили. Значит, это увольнение должно мне содействовать ко благу. Значит, мне должны дать работу. Я должен получить работу, за которую я буду получать еще больше денег. И вот вы этому человеку говорите, «Слушай, дорогой, пойди, вот у тебя есть варианты, да, вот пойди, по крайней мере, пока на другую работу, может быть, будет меньше денег, чтобы ты мог заботиться о себе, о семье». Нет, Господь мне сказал, потому что мне все содействует ко благу. Вот вам Библия, вот вам Римлянам 8.28. Уважаемые пасторы, уважаемые служители, что скажете? Прокомментируйте, и что бы вы сказали вот в ответ на такое использование гиблейского стиха? Желаем того, что нам больше содействует ника плата во время. Первый вопрос, почему вы решили, что благо для вас большая заработная плата? Конечно. Это вопрос первый, хорошо. Посмотреть. Посмотрел для вас тот образ жизни, который человек ведет. Бог это учитывает в соответствии и его семья, и его положение в обществе, и его отношение к Богу, к служению, которое он ведет. Все это Бог учитывает. А скажите, текст первоначально говорит о зарплатах или о чем-то другом? Да нет, конечно. В контексте, о чем говорил Павел в предыдущих стихах послания к Римлянам 8 главе? От страдания к славе. От страдания к славе. А слава это что? Когда-то тебя менеджером сделали? Нет, слава, которая будет у нас. Ага, так вот. Так вот она какая. Значит, тогда все содействует ко благу, все ведет на пути к этой самой славе. Тогда вы не просто можете сделать то, о чем сказал Вадим, задать вопрос, а, собственно, благо это что, высшая зарплата или что? Вы можете задать другой вопрос, а благо, к которому все содействует, это в библейском контексте что? К чему это относится? Вот той к славе, к которой мы придем. И от этой славы нас никто не может отлучить. И прийти к ней нам никто не помешает, потому что нас никто не отлучит от любви Божьей. Мы имеем уверенность во Христе. Дальше об этом идет речь. А дорогой можем сказать, ну вот использовать этот фрагмент только в том смысле, что у тебя будет благо, ты получишь еще большую зарплату, как-то достаточно неправильно. Вот, к сожалению, к сожалению, мы приходим к тому, что библейские стихи очень и очень часто вырываются из контекста, используются без учета принципов интерпретации. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»